Гриль-бар Казимат. Отдых с комфортом каждый день. Для вас аппетитное меню от шеф-побара. Шоу-программа с живым исполнением. Караоке, дискотеки, бизнес-ланч. Гриль-бар Казимат. Улица Московская, 25А. Номер для паронирования 212148. Спор из-за банального ДТП разгорелся между водителями на улице Преображенской. ВАЗ 15-й модели врезался в попутную приору. Казалось бы, схема происшествия ясна, и ни у кого вопросов быть не может. Однако молодые люди развернули жаркую дискуссию. Чем все закончилось, выясняла наша съемочная группа. Водитель Приоры ехал по Преображенской от Октябрьского проспекта в сторону ГАИ и поворачивал налево во двор. Сзади его с треском догнал попутный ВАЗ 15-й модели. Сотрудники ДПС попросили участников аварии показать место удара. Вот я начинаю поворачивать, и вот у меня это все время. По словам водителя 15-й, Леонард. Он хотел отвезти девушку до дома, но планы поменялись после ДТП. По словам молодого человека, он не смог вовремя затормозить, и его машину занесло. Водитель Приоры Лев рассказал, что за секунду до аварии он хотел повернуть во двор дома по улице Преображенской, но не успел. В него на приличной скорости врезалась 15-я. Смотрю в зеркало, включаю поворотник, и человек просто, он летел, сразу летел. А вы с какой скоростью ехали вот в машине? С какой скоростью ехали? Ну, километра. 55. Не может быть такого, что 55. Ну, если бы была скорость больше, да. Ну, вот если не 55, то сколько примерно, вот на ваш взгляд? Около 70? Я не знаю. Ну, больше 60, в общем. Ну, да, это очень быстро было. Лев в расстройстве, теперь нужно тратить время на разбор ДТП и восстанавливать машину. Всю бочину повело, у меня сейчас двери не закрываются. Заднюю открыли, я ее кое-как вообще закрыл, передняя тоже уже плохо закрывается. То есть это несколько элементов? Конечно. А у вас крыло, бампер, да, капот? По словам Льва, водитель 15-й признал вину. Участники ДТП не стали обращаться в ГИБДД и написали расписку о компенсации за ремонт авто. Правда, Леонардо не спешит это делать. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.